всем привет и я продолжаю делиться с вами информация о жизни ирландии здесь со мной тут есть маленький гость студии смотрите бегает вокруг но к сожалению ничего с собой не взяла сегодня покормить это прекрасно этого прекрасного бельчонка вообще ничего не боится этот бельчонок сейчас покажу вам вот он прекрасный и так в этом видео я расскажу о налогах прежде всего вам нужно подать документ на получение ppsn это personal public service number личный номер налогоплательщика получение этого документа тот еще челлендж процесс небыстрый и состоит из нескольких последовательных этапов список документов необходимых для подачи документов на ппсн я оставлю под этим видео и если кому интересно могу записать отдельное видео с подробным описанием всех этапов если вы устроились на работу и не подали документов на получение ppsn или вы подали документы но они находятся на рассмотрении и к моменту получения заработной платы а для сотрудников ресторанного бизнеса зарплата выплачивается еженедельно офисные сотрудники получают зарплату раз в месяц так вот если к моменту получения заработной платы у вас на руках нет этого но документа да и без сена вы его не предъявили вашему работодателю то ваша заработная плата будет облагаться налогом по ставке 40 процентов так называемый emergency tax но потом после того как вы получите этот документ все излишне плачные налоги вам будут возвращены в следующую заработную плату но вам необходимо будет зарегистрировать ваше рабочее место на сайте налоговой вы это можете сделать сами либо это за вас может сделать работодатель но к сожалению не все компании это сделают как это сделать когда вы будете подавать документы на получение ппсн вам необходимо будет создать свой аккаунт личный кабинет налогоплательщика и после получения этого документа вы сможете через личный кабинет зарегистрировать свое место работы это касается только самого первого рабочего места в ирландии последующие ваши места работы здесь если вы поменяете вдруг работодателя последующие места работы регистрировать не нужно а теперь подробнее о самих налогах и так налог с доходов income tax который удерживается заработной платы существует две налоговые ставки 20 процентов и 40 процентов для всех независимо от гражданства доход до 40 тысяч евро в год будет облагаться по ставке 20 процентов все что свыше поставки 40 процентов это цифры все я привожу по состоянию на 2023 год если вы замужем женаты или вы состоите в гражданском браке это вы можете подать на объединение ваших налоговых аккаунтов и на расчет совместного налога и тогда для одного из супругов доход в 49 тысяч евро в год будет облагаться по ставке 20 процентов до все что до 49 тысяч евро в год будет облагаться по ставке 20 процентов все что свыше поставки 40 процентов если оба супруга работают суммарно 80 тысяч евро будет облагаться по ставке 20 процентов все что свыше поставки 40 процентов ребят в одном из своих видео я рассказывала жизни в ирландии о заработной плате здесь и сколько приводила пример сколько человек получит на руки после платы всех налогов если его заработная плата минимальная так вот каким же образом я делала расчет дело в том что здесь в ирландии независимо от гражданства каждый человек имеет на налоговые льготы так называемые такс-кредиты их два персонал такс-кредит и employee такс-кредит 1775 каждый то есть в сумме 3550 опять-таки повторюсь все цифры называю по состоянию на 2023 год так вот давайте же разберем на примере как 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 я делала расчет возьмем за основу род 1130 и 40 часовую рабочую неделю но некоторые сотрудники работают меньше 40 часов у меня на пример 37 с половиной допустим вы работаете 40 до умножаем 11 30 на 40 и получаем покажу вам немножко здесь в парке еще раз абсолютно прекрасный парк вернемся возьмем за базу 1130 мрот в час умножим на 40 часовую рабочую неделю на 40 часов и у нас получается 452 евро в неделю заработная плата если вы получаете мрот если мы 452 умножим на 52 недели в году мы получим годовой доход в 23 504 повторюсь это минимум минимальная размер оплаты труда 11 30 11 30 евро в час 11 евро 30 центов и так наш годовой доход в 23 504 умножаем на 20 процентов процентная ставка 20 процентов потому что весь доход который у нас до 40 тысяч евро в год облагается поставки 20 процентов и получаем 4701 евро налог да дальше отнимаем наши такс кредиты наши налоговые льготы которые я озвучила ранее 3550 в сумме 2 такс кредита получаем если мы 4701 отнимем 3550 у нас получается 1151 к уплате годовой налог и если мы разделим эту сумму на 12 месяцев то у нас получается 96 евро в месяц итак годовой доход делим на 12 месяцев у нас получается зарплата в месяц 1959 и отнимаем 96 евро налог получается чистыми на руки тысяча восемьсот шестьдесят три если учитывать что заработная плата допустим минимальная и применив все налоговые льготы которые полагаются по данному налогу до инком такс то налог получается пять процентов да то есть я не хочу тут вас запутать да ставка 20 процентов но учитывая все налоговые льготы получается пять процентов по расчету да еще какой важный момент хотела рассказать по поводу такс кредитов они даются на год и если даже вы отработали не полный год да то такс кредит не пересчитывается то есть если вы устроились на работу в середине года даже если вы в конце года устроились на работу то есть если вы отработали не полный год вы имеете право на получение такс кредитов в полном объеме также можно подать на возврат налога в размере 20 процентов от суммы уплаченных за медицинские услуги и за обучение еще один налог который может удерживаться у вас заработной платы называется the universal social charge если ваша зарплата менее 13 тысяч евро в год то данный налог не удерживается не уплачивается такая зарплата может быть если вы например работаете неполный день если ваша заработная плата больше 13 тысяч евро в год то ваш доход будет поделен определенной части и каждая часть будет облагаться определенной ставкой если кому интересно кому нужно я оставлю расчет данного налога под этим видео и вы сможете тогда посчитать необходимую сумму если вам нужно еще один налог который может удерживаться из заработной платы это персай pay related social insurance есть категории налогоплательщиков которые не попадают под уплату данного налога это лица не достигшие 16 лет лица старше 66 лет и если вы трудоустроены на работу к супруге или к супругу допустим ваша супруга или супруга имеют компанию свою собственную да и вы к нему или к ней трудоустроены на работу в данном случае данный налог не уплачивается если ваша заработная плата менее чем 352 евро в неделю также вы не попадаете под уплату данного налога если заработная плата выше чем 424 евро в неделю то налог уплачивается по ставке в 4 процента и налоговых льгот никаких по данному налогу не применяется если заработная плата от 352 до 424 евро в неделю то здесь тоже ставка 4 процента но имеются определенные льготы как посчитать если кому интересно если это не будет вам скучно да все эти цифры я также оставлю под видео полный расчет данного налога да тут если коротко описать дам привести пример ну допустим у вас зарплата 380 евро в неделю допустим да она попадает в категорию от 352 до 424 в эту категорию попадает значит вы имеете право на льготы на такс кредит умножаем 300 это за неделю да умножаем 380 умножаем на 4 процента получается 15 20 отнимаем 380 от 380 отнимаем 352 входной порог получаем 2796 здесь нужно разделить на 6 такая формула получаем 467 и мы должны от 12 12 это максимальная максимальный такс кредит за неделю по данному налогу от него мы отнимаем полученную сумму 467 и 733 это лично ваш такс кредит по данному налогу за неделю да и теперь полученную сумму которую мы получили умножая 380 на 4 процента до 15 20 от нее мы отнимаем такс кредит 733 и 787 87 получается платье за неделю налог я надеюсь что я вас не запуталась и этими расчетами все цифры приведу и расчеты приведу под видео если кому интересно более детально пишите расскажу поделюсь если сделать вывод о налоговой системе в ирландии то можно сказать следующее чем больше человек зарабатывает тем больше платит налогов если кому интересно налоговая ставка от доходов полученных при размещении вкладов депозитов 33 процента и она удерживается сразу банком и вы получаете доход уже за вычетом налога ну а если вы выиграли в лотерею то ваш выиграть не облагается налогом совсем вот так happy days ребят я надеюсь что было доступно интересно и полезно всем всем пока до новых встреч если остались вопросы пишите я с удовольствием на встречу отвечу и поделюсь всем пока